МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Его называли героем своего времени и лицом целого поколения. Из всех литературных персонажей Олег Даль больше всего любил Печорина. Не случайно его называли героем нашего времени. Современность – вот то определение, которое, пожалуй, точнее всего, определяет особенность его актерского дарования. Но при этом все киногерои этого очень светлого, очень чистого человека были в чем-то немного сказочные. Справа и слева синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду я, не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Прочитав в школе героя нашего времени, Олег Даль твердо решил стать актером, чтобы когда-нибудь сыграть Печорина. Тогда он, конечно, и не подозревал, что через каких-то 15 лет его мечта сбудется. Окончив среднюю школу в 59-м году, Олег подает документы в театральное училище имени Щепкина. Родители были категорически против решения сына. У Даля был дефект речи, он картавил с детства, но постоянно старался преодолеть это. В результате занятий родилась его необычная манера речи, структура фраз, паузы. Так рождается артист Олег Даль, биография которого теперь будет связана только с театром и кино. На вступительных экзаменах его принимают единогласно, понимая, что это не только талант, это уже крупная, очень своеобразная личность. В 62-м году Олег Даль, будучи студентом, снимается у Александра за архив в фильме «Мой младший брат» по повести Василия Аксенова «Звездный билет». И повесть, и фильм принимаются публикой с огромным восторгом. Их можно назвать знаковыми для своего времени. Времени оттепели, времени больших надежд и прямых трудных вопросов о прошлом и настоящем. Многие полагали, что в этом фильме все три молодых актера Олег Даль, Андрей Миронов и Александр Збруев почти не перевоплощаются. Они играют себя, вернее, играют своих сверстников и современников. Имена трех молодых актеров впервые стали известны публике. Еще большую популярность принесла Олегу Даль у работа в картине Надежды Кашеверовой «Старая-старая сказка». В ней Даль сыграл сразу две роли – неунывающего бравого солдатика и мудрого печального кукольника. Контраст между этими образами был таков, что многие зрители думали, что в конце картины по ошибке включили другой фильм. У меня было много всего. Сначала было много денег, потом волшебное огниво. А счастья нет и не будет, потому что ты меня не любишь, а без этого жизнь и жизнь, свадьба не свадьба. Я туго соображаю, но это я сообразил. Да? Ну и что же ты теперь собираешься делать? Дорог на свете много, для меня годится любая. Ну вот и хорошо. Очень хорошо. Просто замечательно. Плакать не буду. Иди отсюда. Ну что ты сидишь? Уходи. Слышишь, убирайся вон. А на прощание я тебя поцелую. Мудрая и добрая старая-старая сказка принесла Олегу Далю невероятную популярность среди советских зрителей. Но тогда, в начале 70-х, мало кто знал, что в активе Олега Даля уже есть одна очень серьезная кинороль. В фильме Владимира Мотыля, Женя, Женечка и Катюша. Режиссер вспоминал. Первая же встреча с Олегом обнаружила, что передо мной личность незаурядная. Что сущность личности артиста совпадает с тем, что необходимо задуманному образу. Это был тот редкостный случай, когда артист явился как будто из воображения, уже сложившего персонаж в пластический набросок. Фильм этот поставлен по повести Булата Акуджавы «Будь здоров, школяр». Появился пятью или шестью годами раньше, и его, возможно, ждал бы такой же триумф, как в фильм «Александр Азархи». Но время уже изменилось. Оттепель сильно подморозилась началом брежневского застоя. Некоторым чиновникам фильм показался даже крамольным. Ведь речь в нем идет не о борьбе с общим врагом, фашизмом, а о борьбе человека в себе, безразлично, по какую сторону от линии фронта он находится. Фильм вообще запретили бы, если бы его не поддержали в главном политическом управлении армии. Женю, Женечку и Катюшу не положили на полку, но пустили, что называется, третьим эшелоном. Короля, пейте кавалеры. Герои Олега Даля в ранний период его творчества – это его сверстники, живущие с ним в одно время. Олег Даль наделял создаваемые им образы своими собственными личными чертами, своим обаянием с таким неповторимым оттенком грусти. Между тем, в момент выхода на экран фильма Женя, Женечка и Катюша, Даль уже снимался в очередной картине, которая упрочила его популярность среди зрителей. Речь идет о фильме режиссера Николая Бирмана «Хроника пикирующего бомбардировщика», в котором Олег сыграл роль лейтенанта Евгения Соболевского. Созданный актером образ умного, обаятельного, бесстрашного парня пришелся по душе зрителям. Олег Даль превратился в одного из самых популярных актеров советского кино. Рубин, Рубин, я Сокол 105-й, от станции идут три фоке-вульфа. Нет, четыре, пять. Как слышите, прием. 105-й, 105-й, вас понял, немедленно уходите, прием. Нужно уходить. Соболевский, внимание. Рубин, Рубин, расчет был верный, прием. Не смей принимать бой. Уходи. Рубин, Рубин, не успеваю. Убить, не успеваю. Считается, что большой актер должен иметь своего режиссера, который способен полностью раскрыть его дарование. Своего режиссера Олег Даль встретил в 1971 году на съемках фильма «Король лир». Это был Григорий Козинцев. Взял бы ты лучше мой колпак. А зачем он мне? А затем, что ты? Валяешь дурака, ступая из-за того, кто в немилости. Видишь, этот чудак двух своих дочерей прогнал, а третью благословил против своей воли. Служить ему можно только в дурацком колпаке. Берегись канально, видишь плетку. Правду, всегда гонят из дома, как сторожевого пса на улицу. А лезть, как леди сука, греется у камина и воняет. Один из основателей советского киноискусства Григорий Михайлович Козинцев пригласил Олега Даля на роль Шута. Причем взял его практически без проб. Опытный режиссерский глаз просто выщелкнул в актерской массе нужную натуру. Нужно сказать, что Шут во всех шекспировских пьесах роль чрезвычайно важная, часто ключевая. Недаром в театре «Глобус» во времена Шекспира актер получал за нее самое высокое вознаграждение. Шут в фильме Козинцева поразил самих англичан неожиданностью и пронзительностью прочтения образа. Обращаясь к классике, режиссер, конечно, делал попытку осмыслить свое время. Страшный опыт 20 века. Современный человек, человек размышляющий, любил повторять Козинцев. Шут в «Короле Лире» обычно сверстник самого короля, его полукомическое альтер-эго. Совершенно иначе прочел образ Козинцев, напрямую связав его с современностью. Шут, как маленькая бездомная собачонка, которая постоянно огрызается. Так появился костюм. Никаких атрибутов шута. Нищий, драный, в собачьей шкуре наизнанку. Мальчик, стриженный наголо. Искусство при тирании. Мальчик из Освенцева, которого заставляют играть на скрипке в оркестре смертников. Бьют, чтобы он выбирал мотивы повеселее. У него детские вымученные глаза. Это из воспоминаний Козинцева. По ходу фильма Далю пришлось напеть песенку. Вернее, просто придумать ее из воздуха. Когда ее услышал Дмитрий Шостакович, он сказал, что зачинять ничего не надо. Нужно только подобрать под эти звуки голоса оркестровое сопровождение. Вскормил кукушку воробей бездомного птенца. А тот возьми, да и убей приемного отца. Потухла свечка. Роль Шута заслуженно признана одной из лучших ролей, сыгранных Олегом Далем в кино. Фильм «Король лир» вышел на широкий экран в 71-м году. За рубежом картина имела невероятный успех. На кинофестивалях в Тегеране, Чикаго, Милане и многих других городах фильм получил множество самых престижных призов. Я хочу научиться врать. Если ты будешь врать, я тебя выпарю. Как странно, твои дочери грозятся выпарать меня за то, что я говорю правду ты за то, что ложь. А иногда меня бьют за то, что я отмалчиваюсь. Лучше быть чем угодно, только не шутом. И однако я не хотел быть бы тобой, дяденька. Ты обгрыз свой ум с обеих сторон и ничего не оставил в середке. В начале 70-х Олег Даль играет несколько ролей, о которых он затем вспоминал с удовольствием. Это у той же Надежды Кашеверовой в «Тени» и у Осипа Хейпица Лаевского в «Плохом хорошем человеке». Кроме этого, на телевидении в 73-м году он сыграл сразу три заметных роли. Марлоу в «Ночи ошибок», Картера в «Домби и сыне», и мечту своего детства Печорина в фильме «Эфроса» по страницам журнала Печорина. В тот же период Олег Даль снимается в фильме, который всегда считал своей самой большой неудачей у Евгения Крестовского в картине «Земля Санникова». Изначально сценарий Далю понравился, но по ходу съемок у актера и его напарника Владислава Дворжецкого росло недовольство тем, что из серьезного сценария получается дешевое зрелище с песнями. Тем не менее, песня есть только миг, изначально исполненная Далем, а затем переозвученная Олегом Ануфриевым, стала одной из лучших кинохитов 20-го столетия. Вечный покой сердце вряд ли обрадует, Вечный покой для седых пирамид, А для звезды, что сорвалось и падает, Есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалось и падает, Есть только миг, ослепительный миг. Не менее плодотворными стали для Олега Даля 73-й и 74-й годы. Он снялся в пяти картинах «Звезда пленительного счастья», «Горожане», «Не может быть», «Военные сороковые» и в телесериале «Вариант Омега». Последний фильм стал в биографии актера самым известным из этого списка. На роль советского разведчика Сергея Скорина изначально выбрали Андрея Мехкова. Однако режиссер был категорически против кандидатуры Мехкова. «Такую роль должен играть человек, который меньше всего похож на нашего традиционного разведчика», высказывал он возражение. «Кого же вы имеете в виду?» – спросили в ответ. «Уж не Савелия или Краморова?» «Олега Даля», – ответил режиссер. «Привет себе разбираться там на месте. Помни, шлоссер – это сверхзадача». «Попытаться сблизиться?» «Да». «Шлоссер был против войны с нами. Вот попробуй сыграть на этом». «Я боюсь, Виктор Иванович, этого будет мало. Я таких немцев знал». «Возможно. Вот и будешь решать на месте». Любопытно отметить, что, будучи актером достаточно востребованным, Олег Даль снимался в те годы очень мало. После «Земли Санникова» он стал очень требовательно относиться к сценариям. Например, в середине 70-х он отказался от сотрудничества с тремя выдающимися режиссерами, которые предлагали ему главные роли в своих картинах. Речь идет об Альдаре Рязанове, Леониде Гайдае и Динаре Асанове. Но в то же время были случаи, когда Даль с первого предложения давал свое принципиальное согласие на съемку. Так было, например, с Надеждой Кашеверовой, которую он очень уважал как режиссера и человека. Он сыграл в очередной ее сказке «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил». В другом случае он не отказал режиссеру Евгению Татарскому, который предложил ему сыграть матерого уголовника Касова в фильме «Золотая мина». А я думал, у меня есть верный друг. Так вот, запомни, заявившим в милицию и убью. Ты меня знаешь. Нежность моя. С его и должением. Хорошо. Это тебе расплатиться. Спасибо за любовь и верность. Лично я очень люблю Олега Даля в роли директора школы в фильме Игоря Добролюбова «Расписание на послезавтра», где его партнершей стала Маргарита Терехова. Андрей Андреевич, что же это такое? Нам варный замок закрыл химолабораторию, а он все-таки просочился. Науку на замок не закройте. Что? Ну, знаете. Науку что рассказал? Науку на замок не закройте. Хорошо сказал. Умойся и ко мне в кабинет. В 78-м году Олег Даль начал работу над еще одной ролью, которую смело можно назвать одной из самых лучших в его послужном списке. Речь идет о роли Зилова в фильме Виталия Мельникова «Отпуск в сентябре» по пьесе Александра Ванпилова «Утиная охота». Это была та самая роль, о которой Олег мечтал с тех пор, как впервые прочел пьесу. Когда он узнал, что на линфильме готовится ее экранизация, он был твердо уверен в том, что именно его без всяких проб пригласят на главную роль. Глядя сегодня на Даля в этой роли, можно смело сказать, что это тот самый случай, когда актер не играет роль, а живет в ней. Так органично он выглядит на экране. К сожалению, самому Даля увидеть себя на экране так и не привелось. Картину назвали «Упаднической» и положили на полку. Ее премьера состоялась только в 87-м году, когда актера уже не было в живых. Хочешь, я возьму тебя на охоту? А? Слушай, ты такое там увидишь. Тебе такое во сне не снилось. Какая-то им тишина. Как будто ты еще не родился. И ничего нет. И ничего не было, и не будет. И уток я тебе обязательно покажу. Стрелок я, конечно, не важный, но разве в этом дело? На охоту я с собой не взял бы ни одну женщину. В 79-м году давний знакомый Олега Даля Евгений Татарский, у которого актер снялся в «Золотой мини», предложил актеру сняться в его новом телефильме «Приключения принца Флоризеля». Даль с радостью согласился. Но утвердить кандидатуру Олега Даля на киностудии было практически невозможно. Для всех чиновников Мосфильма Олег Иванович – персона нон-грата. Слишком разборчивый, слишком капризный и заносчивый. В конце 70-х годов на киностудии стало действовать негласное распоряжение руководства, которое гласило, что в течение трех лет Олега Ивановича Даля нигде не снимать. Работать без Даля Татарский отказался. В итоге режиссеру дали добро, но предупредили, что Даль – артист неуправляемый, неадекватный. Но в результате «Принц Флоризель» на экране становится вверхом элегантности, а Олег Даль на съемочной площадке – вершиной профессионализма. Все, кто снимался рядом с ним, знали – актер постоянно импровизирует, он непредсказуем во всем. Зрители увидели картину в 80-м. Наконец Олег Даль был счастлив. На Мосфильме в это время лежало пять картин с его участием, и все под запретом. Он понимал, что то, что вышел в Флоризель – это чудо. Вы убили двух моих слуг. Брата шталмейстера, молодого священника, который еще не был потерян для общества. Вы совершили множество других преступлений, за которые заслуживаете гильотины. Вы недостойны жалости. Гениальных актеров часто сравнивают с детьми. С Олегом Ивановичем это очень точное определение. Ведь переиграть Даля, как и переиграть ребенка, было невозможно. У Олега Даля был свой взгляд на вещи и собственное понимание творческого процесса. Актеру была свойственна необычная широта творческого диапазона – от детской сказки до шекспировской трагедии. Интеллигентность и остроумие были свойственны ему с первого же появления на экране и на сцене театра. По воспоминаниям Анатолия Эфроса, Даль был воплощением современного актера. В нем всегда был какой-то мятеж. И если попытаться разгадать, против чего он постоянно этот мятеж в собственной душе поднимал, я бы сказал «против всех нелепостей нашей жизни, против всех ее уродств». Даль ничего не делал формально. У него все наполнялось содержанием и каким. Я торопился снимать, не спрашивал, понял ли Олег какие-то мои пояснения. А пленка потом отражала не иллюстрацию к пояснениям, а нечто самостоятельное и значительное. Вспоминал Эфрос. Олег Даль был болен одной из самых прекрасных и трагических болезней – манией совершенства. Он знал, как это надо играть. Но нельзя было на этом безумном темпераменте, на этой беспредельной боли и нерве, на этих слезах в горле провести всю роль, всю жизнь. Так можно было только умереть. И в жару, и в любой холод, где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит, мальчик Купидон. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят, и летят стрелы в нас со всех сторон. 3 мая 1981 года Олега Ивановича Даля не стало. Но остались его роли, его рисунки, его дневники, его эссе, его стихи. Вот одно из них. «И ломать меня ломали, и терзать меня терзали, гнули, гнули до земли, а я выпрямился. Я не клялся, не божился, я легко на свете жил, хоть в четыре стенки бился, волком на луну не был». Олег Иванович Даль ушел из жизни в самом расцвете сил. 39 лет. Но для всех тех, кто ценит его талант, любит его творчество, пересматривает фильмы с его участием, он будет жить еще очень долго. А на сегодня все, оставайтесь с нами, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!